Уважаемые коллеги, позвольте представить такой дискуссионный доклад. Я хочу, чтобы вы погрузились в эту проблему судебной медицины и постарались задуматься о том, как выйти нам из сложившейся ситуации. Очень правильные слова приведены на слайде. Они принадлежат одному из основоположников экспертизы лечебной деятельности, Вермелю. Он говорит о том, что экспертиза лечебной деятельности – это крайне сложный вид экспертиз. И здесь очень важно соблюсти баланс. С одной стороны, нельзя говорить в угоду врачей, нарушая права пациента. С другой стороны, необходимо отнестись к этому объективно и объяснить следствию и суду, что же все-таки произошло в медицинском плане для того, чтобы было принято правильное правосудное решение. Сутью моего доклада посвящена дефекту оказания медицинской помощи. Есть разные определения, разные дефиниции дефекта оказания медицинской помощи, разных авторов. Они все различаются между собой, сходятся лишь в едином. Дефект – это, по сути, неправильное действие врача. Почему же мы так много времени уделяем именно проблеме дефектов оказания медицинской помощи с точки судебно-медицинской экспертизы? Если посмотреть нормативно-правовые документы, то впервые в нормативно-правовых документах, которые регламентируют судебно-медицинскую экспертизу, понятие дефекта оказания медицинской помощи появляется в 1978 году. В тот момент не было нормативно-правового регулирования экспертизы дефектов оказания медицинской помощи. Было лишь указано, что если имели место дефекты оказания медицинской помощи, то вред здоровью, причиненный травмой или иными внешними воздействиями, необходимо оценивать, исключая эти дефекты. Следующий нормативно-правовой документ, который был принят судебно-медицинской экспертизы, это приказ 407, это было в 1996 году, и вот впервые законодатель установил нам проведение таких экспертиз, определение дефектов оказания медицинской помощи, установление причинно-следственной связи, в случае, если мы устанавливаем дефекты оказания медицинской помощи, и впервые обязал нас определять вред причиненного здоровья человека. До этого, до принятия уголовного кодекса, который сейчас действует, у нас норма была телесные повреждения, и, соответственно, медицинская помощь не очень хорошо относилась к определению телесных повреждений. А в новом уголовном кодексе норма звучит вред причиненного здоровью человека, и поэтому у нас изменилась практика и судебно-медицинская практика в том числе. Однако приказ 407 был отменен, и в наши дни у нас действуют два нормативно-правовых документа. Это постановление правительства и к нему под законный акт, приказ Минздрав соцразвития, правила определения степени тяжести вреда здоровью и медицинские критерии определения степени тяжести вреда здоровью. И приказ 346 Н Минздрав соцразвития от 2010 года, который устанавливает порядок проведения судебно-медицинских экспертиз. Очень мало там написано в экспертизе дефектов оказания медицинской помощи, но все же такое определение встречается. И что самое главное, законодатель предлагает нам некоторые дефекты оказания медицинской помощи рассматривать с позиции вреда причиненного здоровью человека. Поэтому принципиально важным в судебно-медицинской экспертизе является определить, что же такое дефект оказания медицинской помощи. К сожалению, когда была прописана эта норма, законодателям нам не было дано определения, что же считать нам, судебным медикам, дефектом оказания медицинской помощи, которую мы затем должны квалифицировать по степени тяжести вреда причиненного здоровью. Единственное определение, которое имеется, оно содержится в приказе ФОМСа. И фактически является одной из вариаций тех определений из специальной литературы, которые я привела ранее. То есть, по сути, это неправильное действие врача, как диагностическое, так лечебное, так тактическое или организационное. Немного погружу вас в процесс комиссионной экспертизы. Как же мы доходим до завершающей стадии, когда мы устанавливаем причинно-следственную связь и устанавливаем вред здоровью? Сначала мы анализируем медицинскую помощь. Это производят врачи клинических специальностей. Они говорят нам о том, что было сделано правильно, что было сделано неправильно, как нужно было поступить и каким последствиям привел каждый конкретный дефект оказания медицинской помощи. В случае, если мы установили дефекты оказания медицинской помощи, дальше мы должны их рассмотреть с позиции причинно-следственной связи. То осложнение, которое развилось у больного, оно полностью обусловлено дефектом оказания медицинской помощи или частично мы устанавливаем прямую причину-следственную связь или не устанавливаем ее. И на конечном этапе мы обязательно должны квалифицировать дефекты оказания медицинской помощи как вред, причиненный здоровью. Для этого мы должны сопоставить установленные нами дефекты оказания медицинской помощи с тем, что является сутью вреда, причиненного здоровью, то есть с определением. Наиболее простыми дефектами оказания медицинской помощи, которые в дальнейшем состоящие в прямой причинно-следственной связи с последствиями и которые квалифицируются как вред здоровью, являются так называемые ядрогенные осложнения. Или, как правильно их все-таки называть, с точки зрения классификации Всемирной организации здравоохранения неблагоприятные, нежелательные реакции на диагностические и лечебные процедуры. Последние годы и сегодня на этой площадке очень много обсуждают вопросы сравнимости судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, довольно большое количество мифов о том, что судебно-медицинские эксперты в силу коллегиальности в своем субъекте дают заключения, которые преследуют интересы врачей своего субъекта, о том, что потом экспертиза проводится в другом регионе, и она имеет совершенно другие выводы. Однако, к сожалению, все эти мифы порождаются в основном юристами или обывателями в медицинской профессии и не содержат под собой какого-то детального объективного анализа. Поэтому я приведу сегодня примеры, которые позволят вам реально посмотреть на ситуацию оторванно с объективной точки зрения, кто как аргументирует и действительно ли имеет место коллегиальность в своем субъекте. Первый случай, который я хочу представить, я буду представлять два случая для примера. Это пресловутая диагностическая процедура, которая в последнее время получила широкую огласку в СМИ. Это не делала Елена Миссюрина, это делала пермского гематолога, однако оно несколько схоже. Суть этого медицинского случая заключается в процедуре трепанобиопсии. В ходе процедуры трепанобиопсии врач-гематолог допустил сквозное повреждение подвздошной кости и повреждение кровеносного сосуда с внутренней части таза, то есть в мягких тканях таза. Соответственно, произошло внутреннее кровотечение, и больная погибла. Первая экспертиза была назначена, как это предусмотрено, федеральным законом, а у нас все-таки он еще действует, 73-й федеральный закон о государственной судебно-экспертной деятельности в пределах своей административно-территориальной последственности, то есть в Пермском крае. Эксперты констатировали наличие сквозного повреждения подвздошной кости, которая сопровождалась кровотечением, повреждением сосуда, кровотечением, и установили о том, что имеется прямая причинно-следственная связь между этой диагностической процедурой и наступлением смерти больной. Однако они привели обоснование о том, что произошедшая перфорация подвздошной кости и повреждение сосуда является осложнением медицинской манипуляции, которая встречается в определенной части процентов случаев и является не показателем того, что врачом что-то было сделано неправильно, а показателем того, что медицина – это рисковая специальность, и любая медицинская манипуляция может сопровождаться причинением каких-либо повреждений при определенных условиях. Соответственно, экспертной комиссии не было установлено дефекты оказания медицинской помощи, то есть они сочли действия врача правильными, и на основании этого не была произведена квалификация по степени тяжести вреда причиненного здоровья. Потому что, напомню из предыдущих слайдов, законодатель приписывает нам не установление вреда причиненного здоровья просто по факту, что произошло кровотечение, он приписывает нам сначала установить дефект оказания медицинской помощи, сопоставить его с определением вреда причиненного здоровья и только после этого произвести квалификацию. С судом была назначена вторая экспертиза, она проводилась в Москве, в Российском центре судебно-медицинских экспертиз. Составы экспертных комиссий одинаковые, объем исследований предоставленных документов также одинаков, и стоит обратить внимание на то, что суть, медицинская суть, она была тоже одинаковой. Эксперты также установили, что имела место перфорация воздушной кости при процедуре тейпанобиопсии и кровотечение, которое привело к наступлению смерти. Однако эксперты приводят совершенно иную обоснование и иную трактовку этого случая. Они говорят о том, что такую перфорацию можно допустить только в случае, если нарушена техника проведения операции. И приводят свою аргументацию. Соответственно, так как они установили дефект оказания медицинской помощи, который выражался в нарушении техники операции, повлек за собой повреждение кровеносного сосуда, массивную кровопотерю и наступление смерти, то они установили прямую причину-следственную связь и квалифицировали этот дефект оказания медицинской помощи как тяжкий вред, причиненный здоровью. Суд принял выводы второй экспертизы, и врач этот был осужден. Сейчас это дело в апелляции. Здесь вопрос аргументации. Какая аргументация вам окажется более понятной? Та, которую привели первые судебные медики из первого состава комиссии или та, которую привели другие судебные медицинские эксперты? По сути, речь сводится к тому, кто из врачей-клиницистов участвует в составе экспертной комиссии. То есть гематолог в Перми считает, что это осложнение медицинской манипуляции, а гематолог в Москве считает, что это нарушение техники медицинской манипуляции. То есть у нас нет единого подхода среди гематологов к тому, как расценивать этот случай. Поэтому судебная практика в одном регионе может пойти одним путем. Если суд примет к обниманию первую экспертизу в другом регионе, она может пойти совершенно иным путем. Теперь другой случай. Он более сложный, чем нежели простые гетерогенные повреждения. Суть случая заключается в следующем. Женщина обратилась за медицинской помощью по поводу асимметричного отёка молочной железы. При осмотре у неё были выявлены клинические признаки, которые соответствовали клинике отёчной формы рака молочной железы. Она прошла необходимое обследование, которое включало в себя цитологию, гистологию, УЗИ и другие методы обследования. По результатам цитологического исследования в препаратах установлены атипичные клетки. Соответственно, врачами были установлены показания для проведения операции в виде мастектомии, которая и была произведена. После операционного периода при исследовании гистологического материала атипичных клеток в материале установлено не было. Однако женщине всё было проведено перед операцией 3 курса химиотерапии, после операции 3 курса химиотерапии, 1 курс лучевой терапии. Кроме того, на следующий день после мастектомии в женщине также была произведена операция экстерпации матки с придатками. И вот посмотрим, как две экспертные комиссии из двух разных субъектов посмотрели на этот случай. Эксперты первой экспертной комиссии считают, что диагноз рака левой молочной железы у пациентки должным образом верифицирован не был. На основании чего они делают этот вывод? Они делают этот вывод на основании пересмотра тех стёкол, которые остались после цитологического и гистологического исследования. Но, кроме того, они отмечают о том, что всё-таки, учитывая клиническую картину и учитывая то, что рак молочной железы, особенно его отечная форма, является агрессивным заболеванием, когда речь идёт о спасении жизни пациента, в таком случае обосновано было произвести эту операцию. Однако проведение операции по экстерпации матки с придатками они считают полностью необоснованным. Операция не показана. При ответе на вопрос, пациентка жива, поэтому мы не говорим о летальном исходе. У неё развился ряд осложнений, которые она связывает с проведёнными курсами химиотерапии, с удалением яичников. Ей получена вторая группа инвалидности. Там очень комбинированный диагноз, на самом деле. Но на вопрос о вреде, причинённом здоровью, эксперты не квалифицируют, что эти медицинские манипуляции, эти операции повлекли какой-то вред здоровью. И если обоснование показанности или непоказанности, допустимости, вернее, или недопустимости проведения операции по мастектомии, ещё можно понять, как оно аргументировано в этих выводах, то почему эксперты не хотят квалифицировать непоказанную операцию по удалению матки с придатками, из этих выводов остаётся неясным. Следствием назначается другая экспертиза, которая тоже производится в Москве, в Российском центре и судебно-медицинской экспертизы. И выводы её, ну, можно сказать, тоже диаметрально противоположные. На основании пересмотра тех же самых стёкол с тем же самым результатом, в которых атипичных клеток не установлено, эксперты посчитали, что в такой ситуации операцию мастектомии проводить не нужно было, то есть операция была абсолютно не показана. Соответственно, операция по удалению матки также была не показана. И так как это дефекты оказания медицинской помощи, которые выразились в анатомическом повреждении, то есть в одном случае была удалена молочная железа, что повлекло за собой длительное расстройство здоровья на срок свыше 21 дня, а в случае с удалением матки яичников это опасное для жизни состояние в виде лишения человека органа, квалифицировали, соответственно, обе процедуры, одну как к средней тяжести вреда здоровья, вторую как к тяжке вреда здоровью. Таким образом, если откинуть дискуссионный вопрос, всё-таки необходима была мастектомия или она не была показана, и всё-таки посмотреть на дефекты оказания медицинской помощи в виде проведения непоказанной операции в виде экстерпации матки с придатками, обе экспертные комиссии пришли к одному суждению, операция была не показана пациентке. Однако первая экспертная комиссия посчитала, что не нужно её квалифицировать как вред причинённой здоровью, а вторая экспертная комиссия, наоборот, квалифицировала это как тяжкий вред причинённой здоровью. Какое резюме позволяет сделать эти случаи? Они позволяют всё-таки объективно взглянуть на то, как различаются экспертизы между разными субъектами и позволяют сделать вывод, что сама по себе судебно-медицинская экспертиза она крайне субъективна, потому что зависит от того, врач какой клинической специальности и какой конкретно врач будет привлечён в её состав. Если упрощённо говорить, то я полагаю, и в одном экспертном учреждении при разном составе экспертных комиссий, при разных гематологов в составе экспертных комиссий вполне возможно получить вот такие диаметрально противоположные выводы. Как с этим бороться? Я представляю ассоциацию судебно-медицинских экспертов, и единственный способ, который мы видим, это работать с профессиональным медицинским сообществом, разбирать подобные случаи и вырабатывать отдельную стратегию для подобных случаев. Например, для первого случая это профессиональное сообщество гематологов, которое должно бы... Не один гематолог в каждом конкретном регионе должен говорить, является ли это осложнением манипуляции или это дефект оказания медицинской помощи в виде нарушения техники. Это должно сказать профессиональное сообщество гематологов, где будет представлен к ворум мнений, и это будет каким-либо образом опубликовано для того, чтобы любой гематолог в любой части нашей страны, участвуя в экспертной комиссии, мог руководствоваться этим документом, основываться на нем. В такой ситуации и следствию, и суду проще будет посмотреть на объективную сторону выводов эксперта, и это приведет к тому, что мы все-таки сможем добиться некой сравнимости экспертиз. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ